так здравствуйте дорогие мои в эфире изо студии министи пашкина и я преподаватель живописи ештакова егения владимировна и сегодня мы с вами рассмотрим внимательно и попробуем рисовать такой замечательный цветок как ирис к сожалению живых ирисов у меня нет отцвели уже и рисуем вот с такой весьма качественной картинки и так с чего мы начинаем и так начинаем снимать на рассмотрение цветка ирис он состоит из шести лепестков расположен друг друг крест-накрест верхние цветки загнуты сверху коробочкой такой а нижние отогнуты вот это мы с вами и попробуем сейчас изобразить начинаем как всегда вы говорили с того что наметим общий тон вот эти лепесточки они холодные холодного и голубоватого оттенка достаточно такой небесного небесного очень красивый ну чуть можно подразбавить вот этим вот сиреневым но так основном это прям можно залить может оставляя оставляем небольшие усилим это оставляем небольшие все вот так какие-то прожилочки оставляем беленькие целиком заливаем такой вот глупой краской что то есть такое полупрозрачное хорошо практически полностью далее будем немножко уточнять уже попозже вот он этот лепесточек как бы тут имеет такую не потекло и вот эти лепестки да но так как самый светлый тон у них вот этот вот еще желтенький там есть бороздки поэтому берем достаточно светлый тон а потом будем уже усиливать на переднем плане поэтому достаточно большой цветок перес и закрашиваем его чуть можно оставить для вот этой вот желтенькой бороздки бороды бородки не бороздки даже породки вот и этот красивый изогнутый красивый изогнутый то есть как мы сейчас делаем такую зарисовочку рисунок кистью с небольшим тоном с небольшим тонированием и дальше мы уже уточняем по рисунку и вот здесь на заднем плане то такое стволик наметим тоже эти же сейчас намечаем потом перекроем главное стебелек стволу дерево цветочков стебелечки вот тут еще бутончик можно даже вот этот стебелек немножко вот вынести отсюда чтобы он был более виден потому что к нему вот именно вот этот вот лепесток верхний он как бы идет начинается вот здесь вот прикреплен к стебельку и вот это вот жилочка средняя очень красиво идет как раз вот от стебелька ну вот пол дела сделано дальше начинаем уплотнять вот эти вот места фиолетовые чтобы показать вот это вот структуру лепестков прожилка средняя и тон стараемся набрать тут вот и вот интересные разводы тут они уплотняются к низу становятся как бы там сразу берем сразу берем то с другой стороны тоже самое вставляем этот прожилочек бабочку мне напоминает чем стараемся более точное движение делать кистью чтобы много раз по одному месту кисточкой не возить тут концу лепесточка более голубое и желтенькая вот это вот бороздочка стычинок все то же самое делаем и соседними лепестками нижними также уплотняем делаем такой же рисунок вот я уплотнила и остальные лепесточки по тону теперь приступим вот к этой серединке что у нас там вот здесь у нас видно внутреннее пространство такая тайная комната вот мне нравится поэтому мне нравится вот многие цветы что у них есть какая-то закатка какая-то вот такая вот даже такое вот мистическое притяжение тоже мы делаем делаем вот эту тайную комнату как гарри потери да там внутри там тоже такое вот какое-то свое пространство отогнута такой часть лепесточка видим отогнута а там даже не просто часть пространства она даже другого цвета наиболее плотная тут вот вступает вот такие вот аккорды желтоватые достаточно плотная тоже набираем тон достаточно сильной и смотрим вот этот вот лепесточек он немножко загнут вот сюда делаем этот загибчик вот эту жилку мы наметим зелененьким а пока у меня на кисточке голубой я сделаю от этой жилки такие такие отводы вот он не должен быть плотнее чем вот там внутри зелененьким наметим вот этот вот вот она вот где-то рождается там внутри плотнее немножко рождается где-то внутри идет раз раз и вот это жилка относится вот к этому лепестку вот к этому к отогнутому более такая даже на таких оранжевых тонах и сливаются они где-то в одну вот здесь вот там дальше ствол стебель стебель бутон наметим сразу бутончик кромку очень важно у цветов вообще у всех показывать кромку и я надел довольно контрастно вот именно вот это вот тоненькая линия не вот так вот как сейчас она у меня получилась размазанный а именно такой вот тоненькой там вот вот торчит еще за ней лепесточек часть другого наметим ее это подчеркнет вот эту вот кромку вот видите тоже лепесток загнулся и мы видим вот эту вот полосочку светлую тоже и выделим вот в таких мелочах и кроется такое вот очарование цветов вот вот покажем тоже видите вот эта жилка пошла повела наверх вот ее так вот и загнул этот цветок лепесток извините вот вот она здесь тоже зелененькая вот она здесь тоже зелененькая ох сильно взяла сильно сильно вот так достаточно это вот по контрастнее сделаем и от нее тоже рождаются вот такие вот там 스�rinемляем с загибчиками там с archetype там тайная комнату оставляем здесь вот this думаю вот отлично и вот вот эти вот бородка вот это выходит тоже из такого довольно темного пространства с таким небольшим оранжевым оттеночком даже вот этот покажем это достаточно темно плотно плотненько еще и потемнее даже я бы сделала чтобы выделить этот лепесток еще бы уплотнила я вот эту вот серединочку где там внутреннее пространство давайте чтобы она еще больше было видно что там внутри что-то такое необыкновенная недра недра цветка сфокусировалась вот и стебелечек так по подробнее сделаем бутон ну вот примерно вот так вот мы делаем зарисовку цветка ириса как вы видите ничего особо сложного нет главное вот разобраться что откуда куда не просто там темненькая надо художнику вникнуть откуда какая анатомия вот этого темненького этого светленького вот этого загиба откуда идет какая-то какая-то жилка где она где она берет начало где заканчивается чтобы не было вот каких-то нестыковок и если сделать фон еще добавить он будет вообще смотреться так вот контрастно сейчас я сделаю фон вот я сделала фон фон помещает растение в определенную среду поэтому все-таки лучше фоном не пренебрегать есть только вы вообще такие набросочки не делаете совершенно ради учеба а если все-таки делаете такой вот более-менее живописную работку то все-таки лучше сделать фон потому что как и мы все живем в пространстве определенным так и рисунок работа наша тоже окруженная каким-то пространством она начинает жить по-другому смотреться по-другому потом когда мы доделываем фон мы видим какие-то вот достаточки которые можно и нужно доделать ну вот цветок ириса всем до свидания подписывайтесь на наш канал из-за студии имени Степашкина